Еще одна задача. На доске нарисован циклический процесс, который произведен с одним молем воды. И особенность этого процесса в том, что он проведен не с идеальным газом, как мы привыкли, а с газом Вандервальса, который подчиняется модели Вандервальса. Причем, как вы видите, вот эти изотермы Вандервальса, они идут не только в газовой фазе, но и в жидкой фазе, и в двухфазных областях. Здесь на доске я специально написал, что красненькие – это у нас изотермы, чтобы легче воспринималось, а зелененькие – это одиабаты. Но вот мне, к сожалению, доски по высоте не хватило, точка 1 чуть подальше должна быть. Но вы должны понимать, что это схематические изображения, чтобы просто решить эту задачу, а не делать какие-то графические построения и выводы по этому поводу. Значит, изотермы характеризуются температурами Т1 и Т2, равные 373 кельвина и 500 кельвинов, а также они, ну, как я сказал, идут в разных фазах, в области разных фаз. Нужно найти работу, которую совершит вода при таком цикле. Воспользуемся теоремой Карно. Она гласит следующее, что устройство, тепловой двигатель, работающий по циклу, состоящему из двух адиабат и двух изотерм, а у нас это именно так, является идеальной тепловой машиной в плане того, что независимо от того, какой род вещества рабочего тела, его КПД будет максимально возможным при данном максимальной и минимальной температуре. И это КПД будет вычисляться как Т нагревателя минус Т холодильника поделить на Т нагревателя. Значит, еще раз, независимо от того, что является рабочим телом машины, работающей по циклу Карно, доказано, что КПД этой машины является максимальным из всех возможных, кто и данных, самой низкой и самой высокой температуре. И он вычисляется, этот КПД, вот по такой формуле. Т максимальное минус Т минимальное поделить на Т максимальное. КПД у нас связано по определению КПД, связано с работой. И отсюда мы можем найти искомую работу. Значит, КПД – это величина, которая характеризует тепло, подведенное к системе, в данном случае к воде. Это тепло найти практически невозможно. Поэтому нужно это тепло связать с величиной, которую можно найти. А какую величину можно найти? А величину можно найти ту, которая характеризует отведенное тепло. Ну, ясно, что вот на диабатах, на зелененьких, вот этих вот кривых, у нас тепло не подводится, не отводится. Тепло подводится у нас на верхней изотерме, когда у нас в водах контактирует с нагревателем. Потому что ясно, что работа у нас положительная, и изменения температуры нет никакой. Поэтому, естественно, это может быть только если тепло подводится. Но нам очень трудно посчитать тепло подведенное, потому что мы не знаем никаких величин, ни начального объема, ни начального давления, ничего мы не знаем. Но тепло, отведенное к соответствующей вот этой нижней красной линии, посчитать достаточно просто. Что происходит между точками 5 и 6? Происходит переход газа. Здесь вот в точке 5 у нас находится состояние газообразном полностью вещество. Происходит переход в конденсированное состояние, в жидкость. При этом у нас теплота отводится от системы, потому что если бы она не отводилась, то температура бы у нас изменилась. И отведенное тепло по определению удельной теплоты парообразования будет равно просто масса воды, умноженная на удельную теплоту парообразования. То есть по определению удельной теплоты парообразования. Отведенное тепло мы можем посчитать. Масса, вот эта вот у нас масса воды, она равна малярной массе умножить на число моли. В данном случае единицы. Вот. Так вот, теперь нам надо связать тепло подведенное с теплом отведенным. Это можно сделать, если учесть, что цикл у нас замкнутый, и изменение внутренней энергии равна нулю. По первому началу термодинамики. Ку плюс минус Ку минус, это у нас будет полное тепло, равно изменение внутренней энергии плюс работа. Но ведь количество изменений внутренней энергии равно нулю, поскольку у нас циклический процесс, а внутренняя энергия – это функция состояния. То есть если мы начали с единички, пройдя цикл, вернулись в исходное состояние, то у нас состояние не изменилось, соответственно, внутренняя энергия не изменилась. То есть этот член равен нулю. Это означает, что для циклических процессов общее количество тепла равно произведенной работе. А это значит, что можно опять же воспользоваться определением КПД и написать, что это равно это умножить на Ку плюс. Решая полученное уравнение, выражаем отсюда Ку плюс. Как оно будет равно? Оно будет равно Ку минус поделить на единицы минус это. И теперь подставим в определение КПД вот сюда и найдем работу. КПД это разность температур делить на температуру нагревателя. А Ку минус вот оно здесь у нас. В принципе, можно уже сейчас подставлять, но легче упростить, потому что ясно, что здесь общий знаменатель будет тоже Т1, и они сократятся, когда мы деление заменим умножением. Только здесь будет уже в знаменателе просто Т2, потому что когда мы посчитаем здесь числитель от приведения к общему знаменателю, то будет Т1 минус Т1 плюс Т2. Т1 и Т1 сократятся. Окончательно ответ будет такой. Все величины здесь выражены в тех единицах измерения, которые надо подставить, но кроме, наверное, вот этой. И подставив эти значения, мы получим значение работы. Запишем ответ, не забудем. Давайте еще раз пробежимся по логике решения. Логика обснувывается на теореме Корно. Значит, известно, что если у нас цикл идеальный, то есть состоит из двух адиабат и двух эзотерм, а здесь это так, то КПД этого цикла будет у нас считаться по известной формулы. Т1 минус Т2 делить на Т1. Значит, по определению, эта работа делить на затраченную работу, то есть на затраченную энергию. То есть на КПлюс. Ну, КПлюс нам трудно посчитать, потому что неизвестны у нас вот эти вот реперные точки, где мы начинали, где заканчивали. И даже если бы они были известны, то возиться с уравнением Вандервальса не очень весело. Но зато у нас легко считается отданное тепло, которое происходит на нижней эзотерме, поскольку там у нас отрицательная работа. Тепло у нас получается от конденсации пара. Масса пара известна, а удельная теплота испарения известна. Если их перемножить, то мы найдем отнятое тепло. Но отнятое тепло по первому началу термодинамики может быть связано с теплом подведенным. Дело в том, что при циклическом процессе у нас изменение внутренней энергии равно нулю, и поэтому полная теплота К плюс минус К минус равна работе. Из этого у нас, поскольку работает КПД умножить на К плюс, получается, вот я подчеркнул, мы приравниваем эти части, получается уравнение, разрешая которое мы связываем К плюс и К минус. Ну а дальше все подставляем, собираем, получаем ответ. Так, желаю вам успехов в вашем нелегком труде, в посвоении физики, и на экзаменах чуть-чуть больше удачи. До свидания. Продолжение следует...